Югорский семейный капитал лишь одна из многих мер поддержки семей с детьми. Эту категорию население округ сопровождает с рождения и до совершеннолетия. Горячее питание в школах, субсидии на жилье, участки под строительство дома, оплата происта для детей и многое другое. Все это весомый вклад в бюджет каждой ячейки общества. Насколько такая помощь востребована и что стоит изменить, разбирался Сергей Крабков. В семье Клюшниченко четверо детей, так что о мерах поддержки семей с детьми здесь знают, если не все, то многое. По словам мамы Натальи, в месяц разного рода детские выплаты и компенсации экономят семейному бюджету около 50 тысяч рублей. Это и бесплатное горячее питание детей в школе, и выплаты на проезд в общественном транспорте ежемесячный. Вот с этого года 1300 на каждого школьника мы получаем достаточно хорошую такая мера поддержки. Ежеводно к подготовке к школе мы получаем пособия. В мае 2019 года Клюшниченко получили единовременную выплату на приобретение жилья. Этих денег хватило, чтобы погасить ипотеку. Как сказала Наталья, нам просто пришла СМС. Мы поставили одну подпись и все. Никаких усилий с нашей стороны. Это нас потрясло. И второе тоже, чем нам эта выплата помогла, мы как многодетная семья, так же как вид поддержки получили участок для бесплатного строительства. Но, к сожалению, не могли себе позволить начать строительство, даже хоть что-то, потому что мы достаточно много платили за ипотеку. И как только нам поступила эта выплата, теперь мы свободны и мы можем действительно заняться строительством дома. О своем участке мечтают и в семье Кондиных. Правда, не для строительства дома, а для садоводства. Жилищный вопрос семья уже решила по программе соцнайма 4 года назад. Теперь актуальны другие меры поддержки. Например, уже несколько лет дети получают путевки в Сургутский центр социального обслуживания населения, где Кондины с удовольствием отдыхают всей семьей. Ну, почти как санаторий. И питание там тоже очень хорошее, полезное. Детям самим нравится? Детям нравится, потому что там есть бассейн, там учат плавать, там как правильно заниматься. Есть сенсорные комнаты. В общем, такой интересный отдых. Как многодетные, как просто семья с детьми, Кондины получают и другую помощь. Правда, иногда оказывается, что некоторые ее виды не до конца продуманы. Для многодетных семей раз в месяц можно посещать какие-то культурные и спортивные комплексы. Но они сделаны все в один месяц, например, в один выходной. И так совсем неудобно получается, что в бассейн там в этот же день сходить или же куда-то, это надо выбирать, куда-то сходить. Можно сделать наоборот, чтобы можно было, например, в один месяц можно было сходить, например, на культурное какое-то мероприятие, а в следующий месяц можно было бы сходить и в бассейн, например, или еще вот как-то вот так. Все родители, с кем нам удалось поговорить, отмечают важный момент. Получить необходимую помощь легко. Зачастую людям вообще не надо прикладывать никаких усилий. Им просто приходит СМС. Но даже если какие-то документы надо предоставлять, сделать это можно в режиме одного окна. Мы сдаем все документы в МФЦ. Мы сдаем в МФЦ и оттуда уже на сайте МФЦ можно отслеживать заявление, как принято, как развиваются наши действия, когда будут выплаты примерно. Кстати, сейчас в Югре по четырем госуслугам положительное решение принимается без участия чиновника, системы искусственного интеллекта. Планируется, что уже к концу 2020 года число таких услуг доведут до 20. А значит, получать помощь люди смогут еще быстрее и проще. В округе для семей с детьми предусмотрено два десятка различных компенсаций, выплат и пособий. При этом органы власти стараются усовершенствовать меры поддержки, чтобы помощь была максимально эффективной и оказывалась тем, кому она действительно необходима. И оказывалась своевременным. Самый простой и действенный метод при этом – обратная связь от населения, ее источник, общественные советы и регулярность. Встреча губернатора с жителями округа. Сергей Коробков, Елена Составова. Специально для Больше чем новости.